13.06 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Яна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте, гость у нашей студии. Сегодня это Николай Голиков в новом качестве, редком теперь уже у нас. И редком. В качестве эксперта, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Анна, если ты позволишь, я тоже поздороваюсь со слушателями, скажу здравствуйте, мне очень приятно именно в этой своей ипостаси с вами поздороваться, пожелать вам доброго здоровья, не болейте, пожалуйста, и берегите себя. Да, про болезни здоровья мы поговорим, но ближе к концу программы я бы все-таки, Николай, наверное, предложила вам начать наш сегодняшний эфир с темы мусорной реформы, которая в последние две недели фактически в нашем регионе. Это главное событие, безусловно. Тема номер один. Новый поворот в ситуации. В выходные появилась информация о возможном увольнении гендиректора-рекоператора компании «Куприд» Рустема Хамедулина. Опубликовал ее репортер Ньюслер, да, сайт Ньюслер. Информация сразу, должна сказать, неподтвержденная. Официально неподтвержденная. Официально неподтвержденная. И «Куприд» уже прислал, разослал сообщение такое, что Рустем Хамедулина продолжает исполнять свои должностные обязанности в обычном режиме. Что писал Ньюслер в выходные, да. Хамедулина решил покинуть пост главы рекоператора. Написал заявление в конце прошлой недели. Заявление в Министерстве охраны окружающей среды подписали, но председатель правительства Александр Чурин пока не подписал. Ну и фактически может быть дан обратный ход. Я вот как раз хочу обратить внимание по этому поводу на очень интересные вот эти вещи. «Куприд» — это хозяйствующий субъект, между прочим. Что это значит? Это значит, что Рустем Хамедулин — директор хозяйствующего субъекта. Когда он пишет заявление об увольнении по своему личному желанию, то это заявление рассматривает в случае с акционерным обществом совет директоров акционерного общества. Алла Викторовна Албегова — там председатель совета директоров. Министр охраны окружающей среды. Она в данном случае не министр, она председатель совета директоров. Но она единолично не может принять решение «да» либо «нет». Должен быть созван совет директоров. Ну а следующая фамилия Александра Чурина, каким образом она попала в эту историю, это очень вообще забавная реплика. Он к этой истории формально никакого отношения не имеет. Его мнение в данном случае Рустам Маратыч учитывать не обязан. Но это мы придираемся сейчас к тому, что написано на юсли. Мы говорим о том, что, к сожалению, у нас вот сейчас вся информация, связанная с этой, как тебе сказать, с этой мусорной ситуацией, которая возникла, она полна неточностей, она полна зачастую умолчаний. К сожалению, это очень много просто такой самой наглой лжи и дезинформации. Очень много, причем с самого начала. И поэтому все вот эти моменты, которые мы вот считаем второстепенными, да, понятно, что это оговорка по Фрейду. Все понимают, что за этой историей каким-то образом стоят интересы председателя правительства Кировской области, который, собственно, и огласил первое решение по полигону, да. Ну, то есть все это понимают. Но давайте говорить так, как оно есть. Если мы собираемся эту ситуацию разруливать в рамках закона, то в таком случае, извините, Рустем Хамедулин пишет заявление об уходе, его рассматривает Совет директоров акционерного общества Куприт. Но мы не знаем, как было на самом деле. Возможно, ведь Совет и собирался. Знаешь, я понимаю, что АО Куприт... Кстати, ты знаешь, что АО Куприт не публичное акционерное общество? Что это значит для всех нас? Это значит, что мы все люди скидываем туда свои денежки, а отчета публичного о этой деятельности мы не получим, потому что они обязаны раскрывать свою информацию. Вот знаешь, что есть сайты раскрытия информации, да? Куприт последний раз раскрывал информацию в 17-м году. Это очень странная такая вещь, почему это общество не публичное. Не ПАО Куприт, а АО Куприт, да? Если бы оно было ПАО, мы бы, по крайней мере, знали, куда и как расходуются деньги, сколько получают члены Совета директоров вознаграждения. Мы бы тоже это знали. Тут ведь очень интересные истории возникают. Поэтому давай просто вернемся к тому моменту. То есть вот появилась информация о том, что... Она же просто появилась информация. Перед журналистами на приз-завтраке выступил председатель правительства. А, то есть мы возвращаемся к информации по полигону. Конечно, конечно. По осенью. Я вот хочу сказать, что я, конечно, не уверен в том, что то, что он сказал, это он сказал именно сам. То есть наверняка документы готовили ему. Я почти наверняка уверен, что вот та дезинформация, которая в итоге прошла в эфир везде, это не было личным делом Александра Анатольевича Чурина. Так, подождите, что мы имеем в виду? Какая дезинформация? Я расскажу еще по пунктам. По пунктам расскажу. Давайте. С самого начала. Итак, было сказано, что по решению суда полигон закрывается. Ну, я не знаю, как это было сказано на пресс-конференции. Было сказано, что есть решение суда. Мы рассмотрели логический аспект и решили полигон, что должен быть закрываться. У нас в эфире было сказано, что есть решение суда, которое правительство области не может не выполнить. Вот. Решение суда было о том, что полигон, признали, вот разрешение на эксплуатацию полигона не законно. Знаешь ли, такая штука есть у арбитражных решений. Есть правило. Решение должно быть там правосудным, обоснованным. И в том числе, решая одну проблему, арбитражный суд не имеет права создавать проблемы для других, третьих лиц. То есть, если это решение с этой проблемой для других лиц, оно обжалуется. Это как бы изначальная такая вещь. Соответственно, это решение говорило лишь о том, что какая-то бумажка была признана недействительной. На тот момент у полигона было уже легальное разрешение на ввод, где было в том числе все необходимые экспертизы, там Ростехнадзор, Родприлотнадзор, ну все, что нужно. И договоренность ДСААФ, по-моему. Договоренность ДСААФом с аэропортом, разрешение на ввод. Все было сделано по тому порядку, какой предусмотрен законом. И для того, чтобы закрыть полигон, правительство области подало свой иск. И в качестве обеспечительных мер к этому иску потребовало полигон закрыть. То есть, связи между тем решением и закрытием полигона на самом деле нет. Это отдельное решение правительства. Оно подало в суд исковое заявление и попросило принять обеспечительные меры. Это, извините, уже не совсем точная информация для людей. Я считаю это дезинформацией. Пошли дальше. Нам сказали, ничего страшного не случится. У нас есть куча резервных полигонов, куда мы все это отвезем, да? И сразу было сказано 40%. И емкости хватит на три года. Мы сейчас к емкости вернемся. 40% повезем туда, 40% повезем обратно. В смысле туда-то еще, 10% туда, 10% туда. Типа того все нормально. Три полигона. Четыре назвали первоначально. Потом Зуевский оказалось, что вообще не имеет права принимать такие отходы. И опять же, вот уровень, да? Уровень того, с чем выступает председатель правительства. Он называет четыре полигона, один из которых не имеет права принимать такие объемы. А второй, кстати, еще так мимоходом, вот Лубягино полигоны в Кокоринох, в Водическом районе, находится в 15-километровой зоне аэропорта Победилова. Ну, вообще, так все забавно, слушай. Ну, это так, мимоходом, да? Значит, следующая речь, что у нас есть четыре резервных полигона, куда с удовольствием мы все это отвезем. Хорошо, смотрим на эти вот полигоны так называемые. Хотя я бы их иначе как свалками не назвал. Я посмотрел, как там все это выглядит. И я подумывал... Ну, расходятся. Наши эксперты расходятся в оценках. Я понимаю, что эти полигоны посмотрел, специально зафотографировали. Полигон или свалка? Это, ну, полигоном называть сложно. А уж техническая обеспеченность полигонов, ну, извините, чтобы утрамбовать вот эту массу мусорную, чтобы именно это лежало, тело полигона было утрамбовано, лежало так, как положено по закону. Там тракторишка, который ползает по Скоковым, мама моя, он дорогу-то отгрейдировать не сможет, у него мощность такая. Там нужна серьезная машина, а серьезные машины стоят огромных денег. А их нет сейчас, этих машин. И перспектив их приобрести нет. Понимаешь, покупать серьезные машины для полигонов, которые больше там, извини, 16 тонн в год завозить не имеют права, да, нет никакого смысла, потому что с этим-то объемом тракторишка справится. Да? А в таком случае, когда вместо 16 везут 50, да плюс те 16, то, естественно, нужна техника. Покупать ее. максимум на вот те 3 года, про которые говорят, что 3 года мы повалим вам, мы все на этом успокоимся. Никакого смысла экономического нет, он не окупится. Это будут деньги, брошенные на ветер. Ну, подождите, планируется ведь какой-то новый объект создать, они могут там потом использоваться, нет? Ну, вообще-то это разная хозяйственная субъекта, покупать придется консессионеру. Понятно. Там же под консессией полигон. То есть получается так, что распределили по каким-то полигонам, резервным якобы предусмотрено, а потом оказывается, что как минимум два из этих полигона, они вообще-то имеют удостоверение объектов второго класса вреда окружающей среде, на них есть жесткие ограничения, которые в том числе не предусматривают свалку больше 20 тонн в год, а если там на одном 16 уже заложено по схеме обращения с отходами, и еще 50 везут сверху, то есть это нарушение, оно карается 25-процентным повышением платы за негативное воздействие на окружающую среду, и кто будет деньги платить. Естественно, Росприроднадзор не может не заметить этого нарушения. Плюс там есть, извини, административная ответственность еще, и там штрафы это по четверть миллиона рублей. Тоже не шутка. И причем это же будет продолжающееся нарушение. То есть на него можно штрафовать, штрафовать, просто ездить каждый день и штрафовать. Я вообще ничего не понимаю тогда. То есть нам было заявлено про эти несколько объектов. Почему я и говорю, что мы были дезинформированы. На самом деле область была не готова к такому решению. Таких объектов возить, куда можно мусор, просто нет. Соответствующих требованиям. Дальше пошли. Значит, речь пошла о том, что мы внесем необходимые изменения в территориальную схему, или чуть ли не внесли уже. Ты знаешь, как проходит процедура внесения изменений в территориальную схему? Ну, вообще не знаю. А ты помнишь, как мы ее утверждали? Мне кажется, что там общественные слушания предполагаются. Как мы ее утверждали? Это двое общественных слушаний. Двое, понимаешь. Одни месяц на месяц растягивается, вторые на половину срока. Кроме этого, сбор информации из отличных ведомств. Мы эту схему, насколько я помню, утверждали порядка года. Ну да, там был долгий достаточно процесс. Так вот, любое изменение, которое вносится, я прочитал специальное постановление правительства в территориальную схему. Оно проходит тот же самый путь. Так оно не прошло. Так оно и не может его пройти, потому что это нужен год как минимум, чтобы провести там какие-то слушания общественные, собрать мнения заинтересованных министерств и ведомств. Понимаешь? Снова провести слушания с учетом этих мнений и, наконец, обнародовать новый план в публичное пространство вынести. Сейчас в публичном пространстве по-режнему прежняя схема. Ее нельзя изменять. Пока ты не приведешь в этот цикл. Понимаешь? Об общественных слушаниях каких-то возможных ничего не заявлялось, насколько я помню. Вообще это просто по времени невозможно. Чтобы общественные слушания не ошибляются заранее, за определенный срок. Тянутся в течение не менее 30 суток первое общественное слушание, да? Это мы уходим далеко в 21 год, чтобы внести хотя бы маленькое изменение в те схемы, не нарушая закон. Да, а отходы-то надо вывозить уже сейчас. Отходы надо вывозить сейчас, и полигон закрыт уже сейчас. Причем нам как бы сказано, что изменения в те схемы вносятся либо внесены. Это что, по-твоему, это правда? Ну, как минимум, это полуправда, скорее всего, это чистая вода. Но это как минимум заставляет задуматься о том, что происходит. Говоря, при этом изменение тарифов не произойдет. Типа плечо... Конечно, не произойдет. Конечно, да. Ну, в этом году точно, потому что они утверждены. Они утверждаются, да. А вот что будет в следующем году, пока никто не знает. Вот как раз я случайно, не то что случайно, нашел-то случайно, но принес с собой специально то, что сказала Алла Викторовна Албегова лично, да, в процессе обсуждения, когда речь шла о реконструкции Лубягина, вот она говорила, Строить новый объект, и местные жители выступали против. И она сказала, что удаление объекта, я цитирую, удаление объекта обращения с отходами от места образования мусора резко увеличивает плату горожан за ТКО. Как это все понимают. Каждое увеличение транспортного плеча на 10 километров, на 10, увеличивает расходы на вывоз на 100 миллионов рублей. Так? Относительно текущих расходов на вывоз в тарифе, это 7%. То есть сейчас вот с учетом осенцов, не осенцев, там не важно. По-разному ударили, да. Вот эта доля транспортная составляет 7% в тарифе, да. Увеличиваем расстояние от 60 километров, это будет доля 42%, я цитирую Аллу Викторовну. Увеличиваем до 100 километров, это будет 71%. И они говорят, что тариф не будет увеличен. Так он почти в два раза должен вырасти, так? Практически, да. Соответственно, вот когда мы вернемся к Хамедулину, да, вот скажем, Куприт в этот год вступил, вот у меня перед собой лежит расчет оценки стоимости чистых активов в Кационарном обществе Куприт. Так. Вот бумага, она легальная, со всеми необходимыми там цифрами и все прочее. Он в этот год входил, у него чистые активы оценивались в минус 55 миллионов рублей. То есть, условно говоря, чтобы выплатить все обязательства, которые взял перед собой Куприт, ему уже в начале года не хватало 50 миллионов. Так? Наступает 20-й год, какой это год мы все видим, значит, наступает, начинается он с этой великой нашей эпидемии ковида, которая резко ударяет по собираемости, в том числе коммунальных платежей. Более того, федеральное правительство говорит, ничего страшного, мы подождем, штрафовать не будем, собирайте, как можете. Да? Было? Было. И так уже усложняется ситуация для Куприта. Дальше принимается решение, что мы будем возить не за 20 километров осенцы, а Зуевка 114, слава богу, отменили, это все был категорический пример. А в два раза дольше в Скоковы, в два раза увеличивается в одну сторону, а плечо он умеряется туда и обратно. Ну да. Так, соответственно, в Оричи там тоже где-то за 50 километров, точно не помню сейчас цифры. То есть, плечо увеличивается практически в два раза. Оператор должен рассчитываться с перевозчиками за реально выполненную работу. А мусора меньше не стало? Мусора меньше не становится. Соответственно, плечо становится больше. Люди должны соблюдать каким-то образом график вывоза мусора из города Кирова. При том, что плечо у них становится там по времени, да, условно говоря, если брать про Зуевку, просто посчитал, это 5 часов вместо полутора. И мало того, а у оператора, собственно, нет денег для расчета с ними. Мне случайно, совершенно, опять же, все случайно, да, вот так вот. Мне рассказали о встрече, которая была у регоператора с перевозчиками. И там была фраза... После, после уже вот этой ситуации. 1 или 28 августа, или 1 сентября, точно сейчас не могу сказать. Вот помнишь великую фразу Медведева? Денег нет, а вы держитесь. Там было примерно сказано так. Ну вы, ребят, как-нибудь повозите, а мы что-нибудь придумаем. Очень интересно. Офигенный экономический термин. Я балдею просто, да? То есть, ребят, вы как-нибудь повозите. Представляешь себе, да? То есть, вот взять нормального... То есть, там есть три крупных перевозчика, да? Это КДУ-3, по-моему, ВВЭК, и сам по себе Куприд, еще в том числе, как перевозчик выступает, вот на Лубяги навозит, да? Понятно, сам как промеж собой, он рассчитывается, мне это не так важно. Эти оба большие перевозчики, они имеют субарендию других, более мелких перевозчиков, потому что он сама понимает, что своими машинами все область обеспечить невозможно, в том числе и город Киров. Это не большие перевозчики, это малые предприятия, те самые, которые мы должны холить, лелеять и поддерживать. И вот руководитель малого предприятия, у которого три машины, обслуживает, скажем, чистые пруды, да? По утвержденному графику. По утвержденному графику. Он этими тремя машинами, одна машина всегда стоит в запасе, мало ли что-то случится, две ездят, 12 часов рабочий день, по 4 человека на машине, потому что все площадки заставлены машинами, и там вручную они... Выдвигают контейнер, мы видели. Ну, такой микрорайон, мы сами знаем, что там просто пока нет инфраструктуры. Соответственно, он, чтобы обеспечить вот этот график вывоза, он работает в притирку, с учетом того, что осеньцы и обратно полтора часа. Все. Сейчас вместо трех, полутора часов, если ехать в Скоково и стоять там очередь взвешивать и так далее, это три, дай бог. И как он сможет соблюдать этот график? С другой стороны, понимаешь, я с ним просто говорил, он говорит, я живу здесь, да? Я не могу допустить, чтобы мусор оставался в Кирове. Ну, просто я сам не могу этого допустить, да? Точно так же я слышал, говорят и в том же ВВЭКе, вот мы не можем допустить этого мусорного коллапса. А с другой стороны, в этом месте не складывается. Он говорит, хорошо, я проработаю там, выдержу две недели, выдержу месяц, я выведу всех на работу, запущу все три машины. Ну, во-первых, меня начнет штрафовать трудинспекция. Так или иначе, я тоже любит штрафовать или еще кто-нибудь, или еще кто-нибудь. А во-вторых, это... Да просто работники начнут вопросы задавать. Соответственно, все говорят, так вы купите новая машина. А у них контракты заканчиваются в этом году. И будут ли с ними заключены новые, они не знают. То есть перспективы свои не понимают они. Покупать, извини, там, сканевый мусоровоз, который, извини, стоит серьезных денег, не имея этой перспективы, а сейчас эта перспектива полностью размылась. Потому что сейчас никто не понимает, что происходит, чему произойдет. Они не могут. И чем, как закончится этот год, я не знаю. То есть, опять же, сказано, что будут тарифы не повышаться. Это ложь. Тарифы все равно придется повышать из-за увеличения транспортного плеча. Не, ну, говорили, на этот год они не будут повышаться, что будет потом. А транспортное плечо, если закрыт осень, он увеличивается автоматически. Если они сейчас говорят, что ищут новую площадку, эта площадка, как уже говорят, там, в 150-километровой зоне ищется. Мамма моя. Мы за мусор будем платить безумные деньги. Да, в таком случае, вот, опять же, непонятно. Неправда. Дальше пошли к тому же сообщению. Подожди. Потом говорят про инвестора, который куда-то там бегает, куда-то в Ярославль перегистрировался. Перегистрировался в Ярославскую область. Понимаешь, это говорит о том, что человек, который с таким заявлением выступает, он просто не в теме, понимаешь? Он не в теме. Ему кто-то сказал, он переповторил. Этот, извините, таинственный инвестор, это представитель очень серьезной ярославской фирмы. Я с ним говорил. У меня было 20 минут. Аня, я готов о нем говорить целый час. Это увлеченный человек, малой энергетикой, вот этой вот добычей полезной энергии, из чего попало там, из биогаза, из попутного газа, из свалочного газа, из любого, извините, говна, он делает электроэнергию, делает конфетку. И вдруг ему представляется такая возможность. То есть он никуда не бегал. У него предприятие огромное, в Ярославле. Там чуть ли не 400 человек занято, работают он. У него заказчики Минобороны, там, Газпром, это северная территория, да, вот где энергоудаленные районы. Он там работает. Понимаешь? И вдруг говорят, что он куда-то спрятался. Он приехал в Киров. Да, в тот же день, по-моему. Он приехал в Киров. Нет, он через день, по-моему, где-то, или через два, не суть, сейчас уже не помню, это было давно. Он приехал в Киров, он пытался встретиться с руководством области. Так он, извините, министра-то Аллу Викторовну поймал буквально за рукав, чтобы она его хотя бы выслушала. О дальнейшем речи нет. Я просто перед этим, как раз перед его воежемом в министерство, я с ним успел переговорить. Но результатов-то этой встречи, которая была, за рукав поймал, ну, как бы, таких продуктивных не было, насколько я понимаю. Продуктивных? Нет, потому что они реально встревожены тем, они просто не понимают, что случилось. Так никто не понимает. Мы тоже не понимаем. А они, извините, они деньги еще вложили в это дело. Они же первую карту-то еще отстроили. Он же вкладывал свои деньги в это. Они не просто деньги вложили в это. Они теперь еще и под вопросом, что будет с инвестиционной составляющей тарифа, как я понимаю. Это уже следующий вопрос. Также нам сказали, что непонятно, чем там занимались, никаких отчетов у них нет. Тут, оказывается, я просто смотрю документацию, просто официальное письмо, поступившее, зарегистрированное в Министерство экологии, заговариваюсь. 31 августа, последний день августа, как положено по договору полный отчет о расходе денег представлен в Министерство. Зачем 26 числа говорить, что они не отчитываются, там неизвестно, куда деньги тратят? Понимаешь? Это что, это правда? Это ложь, Ань. Это ложь. Это подтягивание фактов, это, как сейчас говорят, фейк-ньюс. Вот это вот все заявление, все, что за ним последовало, эти реплики, что мы за три года там построим и найдем. Мы осень с это пробивали сколько лет. Я помню. Еще ведь Никита Юрьевич помнится пальчиком тоткнул точку на карте. И представь, сейчас говорят, а, вообще весело, мы вместе с активистами, мы вместе с активистами будем выбирать, да? А, ну то есть, да, мы прислушались к мнению. Да, мы вместе с активистами, у вас будет кранинский совет. Ну, давай представим Валеру Семенищеву, да? Все мы его прекрасно знаем, активный борец, в том числе, с полигоном в Осинцах. То есть он, который боролся с полигоном в Осинцах, убеждал жителей, что надо выходить на митинги, он сейчас поедет к другим жителям, будет говорить, ребята, мы у вас построим полигон. Это вот прекрасный полигон, ребята, я за... Понимаешь, вот эти ребята, которые вляпались в этот коронавирусный совет, они еще не поняли, куда их вонзили. Это тоже очень забавная такая, тоже непривычная довольно ситуация. То есть мы на что с тобой не посмотрим, вот сейчас мы как-то говорим, да? Не, ну это ситуация, с какой стороны ее не посмотри, она плохая, она выглядит нехорошо. Она очень плохая, и в том числе для кировчан. Смотри, насчет той же инвестиционной составляющей. Люди платили в тарифе... Ну, была определенная часть тарифа. То есть, по-русски говоря, скажем так, условно. Мы какую-то часть посинцев построили все вместе. Конечно. Построили все вместе. Сейчас, нам говорят, мы построили не то. Но оно построено, уже деньги-то потрачены. Да, но нам ведь никто эти деньги не вернет. Хотя, по идее, если ты заказываешь там какой-то товар, и тебе его дают в ненадлежном качестве, ты возвращаешь его обратно, и деньги требуешь вернуть. По большому счету, любой человек сейчас может подать иск, что такое. Я строил полигон. Где он? Где моя часть? Где мои два квадратных метра полигона? Где мои два квадратных метра полигона? Это не так смешно, как тебе кажется, да? То есть, получилось так, что это решение, оно просто по отношению к людям, которые платили, скрипели зубами, ругались, но платили этот тариф. Оно просто издевательское. Не, а мы решили, что не, он нам не нужен. Мы сейчас будем строить другой полигон. И причем получается, что мы просто возьмем деньги отсюда, да, и их потратим туда. А откуда отсюда-то мы их возьмем? Ну, из этого полигона, там то, что не дорастрачено. И вот читаешь, это говорит государственный человек, и начинаешь понимать, а он вообще, он где работает? Значит, полигон строился в рамках государственной программы Кировской области, где было прописано сумма, сроки, там, качество, ну, все. То есть, полигон, конкретный объект в Восенцах. Ну, и работы, как говорят представители инвестора, сделаны там на 60-80%. Они работают по графику. И в следующем году по исполнению этой госпрограммы надо отчитываться, в том числе перед федералами, потому что деньги там, в том числе, фигурируют разные, то есть, смешанные. Взять оттуда деньги, перенести их в другую государственную программу, ребят, но мы не на рынке, в смысле, не на центральном рынке. То есть, так невозможно, да? Это невозможно. Это нужна новая программа, ее утверждение, согласование, новый проект и так далее. Понятно, на проект нас денег не жалеют, вот тот же проект расширения Лубягина, который сейчас закрывают, сколько там, 20 миллионов заплатили за этот проект? Ну, было там, да. Заплатили. Было заплачено. Заплатили, да, хорошо. Сейчас мы еще за один проект заплатим новый. А потом кто-нибудь точно так же подосут. А потом выйдут местные жители. Хуже того. Если мы сейчас изымем из тарифа инвестиционную составляющую, а ее надо изымать, потому что полигон закрыт. То есть, мы, условно, сколько там сейчас тариф? Там 100? Не помню точно. Там же с квадратного метра же платится. Ну, я, по-моему, плачу там. Ну, из этой суммы вот инвестиционная составляющая должна уйти, потому что нет инвестиционного проекта. Потому что везут на те полигоны, которые уже построены. Да, хорошо. Или свалки, не знаю. Ну, потом вернуть в это снова инвестиционную составляющую, им будет невозможно. Им придется потом в рамках любого тарифного регулирования не более 4%, или сколько там, в год добавлять. И то есть, они, если будут строить новый полигон, будут работать себе в убыток. И это тоже опять никто не понимает. Ну, вроде бы заявлялось, что какие-то федеральные деньги мы на это хотим привлечь. Ой. Прямо сейчас федерация нас забросает. Нет, конечно. Тем более, после того, как мы похоронили сколько там сумма этой инвестиционной программы и просто похоронили. Ну, там десятки миллионов. Мы его не принимаем. Почему-то не хотим его принимать. Сотни даже. Да, сотни миллионов. В этой истории, я даже не знаю, какой еще аспект этой истории взять, и чтобы он оказался правдивым в том изложении, которое он был нам преподнесен. Ну, скажи что-нибудь еще. Я все равно скажу, что это не так. То есть, это была, на самом деле, это был вброс к фейк-ньюзу, вот такой реальный. Это была дезинформация. Насколько она была умышленная. Насколько именно Александр Анатольевич это говорил осознанно, скажем так, да. А не потому, что ему положили какую-то бумагу там и подготовила Алла Викторовна. Я понимаю Аллу Викторовну. Ей осталось немножко совсем до пенсии. Ну, и совсем немножко осталось до пенсии. Женщины же раньше, мужчины выходят. Подождите, а вы думаете, Алла Викторовна принимала, что ли, эту решение? Она вообще-то отвечает полностью за реализацию реформы чистоты, как мы ее называем в Кировской области. Это полностью сфера ответственности министерства. Кроме того, она председатель правления акционерного общества Куприд. Что тоже очень странно, но мы об этом не будем. Она полностью отвечает. Она, по идее, владеет всей информацией и она может эту информацию предоставлять по требованию председателя правительства. Он не должен, он не может быть в курсе всего. Так ведь? Давай думать так. Соответственно, почему думаешь, что так вот Алла Викторовна поступила, зачем она на это пошла? Я понимаю так, что есть совсем немного осталось, месяц-два. Кстати, что интересно, нам же сказали, что года три будем возить туда, да, в Белую Холуни, ой, в Слободской, в Коково. Ну, на действующие вот эти резервные полигоны. А там в районах людям объясняют, что два-три месяца не больше. Я вот не знаю, кто это сказал, откуда этот вброс? Зачем обманывают людей в районах? Им же кто-то сказал, что два-три месяца. За 23 месяца новый объект точно не появится. Я тебе цитирую официальную публикацию в газете Искра Оридического района. Это официальная газета, где написано, объясняет человек, потом перестанут. Там люди уже стонут, там дорогу разрухали уже. Там ведь не пять машин ездит, как написано. Она не была приспособлена, наверное, да. Там десять. Это дорога на Зингино, кстати, на родину нашего вице-премьера Романа Береснева. Это его родное село. Если не ошибаюсь, это еще и Юрия Тросунова родное село. Могу обсюбаться там. Ну, то есть у села есть еще шанс, что дорогу поправят. Я не уверен, потому что есть представитель правительства и есть заместитель представитель правительства. Так не иначе вот уже, жители района Банки два-три месяца. А два-три месяца, как раз два-три месяца до пенсии Алла Викторовна остались. И мне кажется, вот этот весь обман идет такой, вот она уйдет, а потом хоть трава не растет. Вот это мое такое чувство, что это все, ей сейчас уже все, ей только бы вот дожить и уйти с какой-то дня раньше. Ну, мне кажется, что такой подарок перед уходом, условно говоря, там на пенсию или на другую какую-то работу, это, конечно, такая история, которая никому не нужна. Ну, извини, стыд не дым, глаза не выездят. Да, Николай, мы сейчас паузу сделаем на полторы минуты и вернемся после этого. Сегодня это особое мнение Николая Голикова, которого мы сегодня представляем как нашего эксперта и главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Продолжаем по теме мусорной реформы. Ну, я думаю, давай уж, Аня, заканчивай. Да, заканчивай. Просто вернемся к этим туманным месяцам. Я хотела только спросить, да, Николай, вы говорите, два-три месяца сказали на местах, в районах, что потерпите два-три месяца, то есть не три с половиной и не три года, как нам говорилось, до момента постройки там нового какого-то большого объекта на замену осенцам. Не может такое быть, что два-три месяца это не время до пенсии, как вы говорите, там, министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, а это время на то, чтобы все-таки судами утрясти вопрос окончательно. Возможно, еще ведь осенцы и откроются, нет? Возможно, конечно. Суд, штука у нас, как говорится, соревновательная. То есть, к администрации Слободского района оспаривается законность выдачи разрешения на эксплуатацию полигона в Осенцах. В порядке обеспечительных мер, значит, полигон, как бы, временная работа приостановлена. Конечно, суд может закончиться, мы не знаем, чем пока. Это работают юристы, я думаю, работают с обеих сторон юристы, безусловно. Кроме того, не забывай, что еще по тому решению апелляционной инстанции будет, скорее всего, направлено заявление в конституционную жалобу, будет направлено в конституционную инстанцию. И, возможно, либо там, либо здесь что-то может измениться. Но, помятуя о том, как у нас работают правительственные юристы, мы сейчас все равно будем говорить про крик, да? Да, сейчас будем. Поэтому, немножко анонсируя, что отчасти благодаря работе юристов правительства области вот эта ситуация с криком возникла, вот, есть шансы, что Слободская администрация, пока она устроена по-боевому, довольно-таки по-боевому, все-таки удастся отставить свою точку зрения, полигон в Осинцах будет взявлен в эклуатацию. Вот этот огромный проект прекрасный будет реализован с этим объектом экологического с переработкой, с сортировкой, с переработкой, с теплицами, да с чем угодно. Там огромный прекрасный проект. Вот. И, опять же, тот же аэроклуб, который там все-таки хочет реализовать свое соглашение с ДОСАФ и с московской фирмой Империя Авто, получит прекрасный новый аэродром в районе деревни Исуповская, хоть и не очень рад тому огороду, но они говорят, что будет далеко от моего огорода. Вот. А там просто будет везет на посадочная полоса, там парашютисты и прочий прекрасный спортивный городок для всех кировчан. Но это все зависит от решения суда сейчас. Понятно. То есть ждем решения суда. Либо есть еще один вариант выхода из ситуации. До сих пор вот я не слышал публичной позиции губернатора Кировской области по этому вопросу. И я думаю, что... А губернатор Кировской области может вето какое-то наложить вот на все эти изменения? Он может просто сказать, что мы немножко не рассчитали, он может признать небольшую ошибку, немножко не рассчитали последствий. Он может сказать, что мы, безусловно, закроем полигон в осенцах, но не сейчас и не так. А, и будем бороться пока, по крайней мере. А пока, по крайней мере, мы строим новый полигон. Мы не будем создавать аварийную ситуацию на дорогах, а будем пока работать с осенцами. Да? Он это может спокойно совершенно сказать. Сказать, что да, извините, погорячились. Признать эту ошибку, В данной ситуации, мне кажется, это будет лучший выход. Мое мнение такое. Я не могу сказать за Игоря Владимировича Васильева и его решать. Это правда. Решать ему, конечно. Ну что, подождем. Может быть, скажет что-то. Про крик. Значит, тоже сообщение наших коллег о том, что в конце прошлой недели начались обыски или выемки документов. По-разному называют эту процедуру. В правительстве области и в законодательном собрании. Да, связано это с делом о банкротстве Крика. И, собственно, чуть более ранней информацией. Это привоз сюда бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, при котором начиналась в нашем регионе программа «Служебное жилье». Это на самом деле так. И здесь разное мнение. Я сразу хочу сказать, что Никита Юрьевич Белых покинул наш регион в 2016 году. Летом, как мы помним, по каким остальцам тоже помним. Банкротство Крика произошло в сентябре. Официально было введено конкурсное производство в сентябре 2018 года. Иск Объединенный резервный банк подал в марте 2018 года. Это был не первый иск на банкротство Крика. Годом ранее Крик подавала КССК. А ОКССК подавала иск. Но тогда, насколько я знаю, иск был отозван по инициативе истца. Я думаю, что определенная работа была проведена с истцом и было объяснено, что Крик банкротить нельзя. Все понимали, что Крик банкротить нельзя. Почему в 2018 году, кстати, иск Объединенного резервного банка был подан на сумму 45 миллионов рублей. Официальная часть. Плюс 4,9 миллиона рублей. Это штрафные санкции. И 20 миллионов рублей. Там еще какая-то штука. То есть в итоге на 70 миллионов рублей. При том, что уставный капитал Крика на тот момент был 900 миллионов рублей. То есть активов для расчета на сумму 70 миллионов хватало вполне. То есть можно было не допускать банкротства. И государство вполне могло в эту ситуацию вмешаться. Не допустить вот этого. То есть ввести Крик в подготовленное банкротство, скажем так. Не в смысле преднамеренное, а в смысле подготовленное. Чтобы вот таких вещей, какие случились с квартирами для бюджетников, не произошло. Это можно было сделать. И это все происходило в 2018 году, когда Никиты Юрьевича здесь уже не было. Конечно, изначально то, что было заложено в эту программу, и как она изначально делалась, и почему эти квартиры оказались в Крике, и почему другое имущество оказалось в Крике, областное. В конкурсной массе. Оно оказалось просто в уставном капитале, а потом автоматически пришло в конкурсную массу. Как раз говоря о юристах. Ведь юристы вот те же два участка земли со зданиями в больничном городке. На Московской. Да, на Московской. Оспаривают, по-моему, лет пять уже. Так ничего и не оспорили. Последнее решение суда опять не в их пользу. То есть это осталось в конкурсной массе. И все это, вот это вот все, мне кажется, будет расследоваться. Поэтому вот когда ты говоришь, что там обыски и изъятия, мне больше нравится так, что представители силовых структур работали. С документами? В основном законодательном собрании. Да, как Борис Николаевич. Работали с документами. То есть здесь каких-то там обысков, изъятий просто нужно найти вот ту документальную базу, на основании которой все это потом произошло. И я абсолютно уверен, что как бы и что бы не закладывалось Никитой Юрьевичем там в шестнадцатом году, кстати, это говорит человек, который никогда не любил Никиту Юрьевича. Да, это я помню. Что бы ни происходило тогда, это, знаешь, слишком давно. А вот после него был семнадцатый, восемнадцатый год, когда можно было что-то изменить и можно было что-то исправить. И был девятнадцатый год, когда пошла только вот эта вот тема. Ну, понимаешь, когда уже началось конкурсное производство, там довольно-таки жесткое законодательство действует. Хотя и оно сейчас предусматривает очень много вариантов решения спорных вопросов с кредиторами. То есть прежние владельцы с кредиторами могут заключать соглашения, могут. Там есть много возможностей. Никто ими не пользовался. Мы опять же говорим о юридической службе нашего правительства. В таком случае вообще... Или, по крайней мере, пользовались так, что ничего не получилось. В этой ситуации могут найти каких-то виновных в здании по соседству? Безусловно. Безусловно, могут найти. Но здесь, понимаешь, сейчас пока изучение идет документов, работа с документами, установление там степени ответственности каждого там лица. Многие из этих лиц уже здесь отсутствуют. Мы же знаем, что первый состав, который приехал с Игорем Владимировичем, он уже практически весь отбыл. Уехал. Уехал, разъехался. Стали взрослыми ребята, разлетелись кто куда. Вот, соответственно, тут вот сейчас пока говорить что-то. Есть разное мнение. Некоторые считают, что это копают конкретно под Никиту Юрьевича и хотят его вообще-то до конца дней, чтобы он там оттуда не вышел. Есть другое. Вот тот же Низыгарь пишет, что телеграм-канал такой популярный, да? Федеральный. Что это уникальный случай, когда привозят прежнего губернатора для того, чтобы он похоронил нынешнего. Ну, то есть, ну, в смысле, похоронил буквально, да. Я понимаю, да. А в смысле, что как бы лишил будущего, чтобы прошлый, как бы, типа, ответочка такая прилетела, да, от Никиты Юрьевича. Там тоже сидят ребята. Конечно, там частые вбросы, но довольно часто они попадают в цель. Ну, и там инсайдерская информация есть, как я понимаю. Ну, там на каждую инсайдерскую информацию есть 99 просто фейков. Понятно. Вот. Примерно, кстати, уровень такой же, как в заявлении нашего премьер-министра. Там на одну информацию о том, что полигон не будет работать. Вот была, собственно, одна правда. Полигон не будет работать. Все остальное было нагорожено откуда неизвестно. Вот. Вот примерно мое мнение по крикам. Это все-таки в сторону больше нынешнего руководства вопроса? Я не знаю. Я не знаю. Это вот то, что знают следствия. Мы можем гадать, можем строить какие-то конспирологии какую-то, развивать там, да. Зачем? Давайте посмотрим за развитием событий. Ну, у нас время осталось еще. Да, у нас остается еще три минуты, и мы успеем. Я не знаю. Давайте по городу еще пройдемся. Про заборы. Да. Депутат Городума Алексей Вотинцев обратился в прокуратуру с просьбой проверить администрацию города на причастность к коррупционным сделкам по закупке и установке пешеходных ограждений. На самом деле этот вопрос, спасибо большое Алексею Вотинцеву, да, этот вопрос всех волнует. Кто же делает эти самые серые заборы, которые уже просят не устанавливать очень давно, с момента, когда они были желтые? Всякий раз установка серых заборов, это объявляется конкурс, аукцион, по-моему, даже не помню там точно форму, там в какой форме он проходит аукцион, и участвуют фирмы какие-то, и берут. Я видела, Николай, ребят установщиков, они приезжают на старенькой, раздолбанной совершенно какой-то, то ли газельки, то ли легковушки. Это уже подрядчики, понимаешь, это уже установщики. Да. А есть люди, которые, собственно, делают. И вот в случае с этими заборами, там, я помню, там несколько было заказов, несколько разных фирм фигурировало, я никогда в этом не рылся, потому что... Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что Дмитрий Осипов накануне своего утверждения главой администрации в этой студии говорил нам, что ему тоже не нравятся серые заборы, и что надо смотреть другие варианты, в том числе зеленые ограждения. Нынче, когда были слушания по стратегии развития Кирова, я не говорил никогда, что мы не будем ставить заборы, сказал Дмитрий Осипов. Мы будем, это вопрос безопасности. Мы опять к этому возвращаемся, к той же Калили Викторовне, которая говорила, что там тариф будет, безусловно, подниматься при удалении, а сейчас, оказывается, он не будет изменяться. Что делать? Тогда он еще был перед утверждением в должности, и ему, естественно, никакая критика со стороны общественников была не нужна. А, то есть в этом, что ли, дело? Обманулся? А сейчас... Просто предвыборные обещания это были? Ну, я думаю, это на уровне того, у нас же привыкли к тому, что предвыборные обещания никогда не исполняются. Ну, господи, давай не будем вспоминать про Единую Россию, там, 2003 года, давай не будем вспоминать. И про план Путина. Да-да-да, и про план Путина, победа России, не будем вспоминать. У нас просто привыкли, что ты, когда избираешь, ты обещаешь, и все понимают, что ты обещаешь, и никто от тебя ничего не требует. Потому что все знают, пообещал и забыл. Это даже не считается каким-то нарушением чего-либо еще. Как и кто решил, что вот у нас вдруг появится городоначальник? Вдруг? Откуда не возьмись? Который будет принимать самостоятельные решения. Принимать самостоятельные решения, да еще в пользу горожан, я не знаю. Я очень люблю всех этих наших активистов, это люди с горящими глазами, но до такой степени наивными быть. В их-то годы уже нельзя. Там ребятам уже под 40. А они до сих пор приходят в Шульдин и говорят, ой, какой классный пришел Шульдин. А он провел два урбан-форума, а что изменилось? Не знаю, но скоро будет третий урбан-форум. Он будет самостоятельный уже, и тем более ничего не изменит. Вот я к чему говорю. Поэтому Осипова в чем-то видеть, он просто делает свою работу. Но вот тоже насчет коррупционной составляющей. Очень интересный момент про чугунное, конечно. А, да, да, да. Писал «Строем Киров», по-моему. Да, написал «Строем Киров», что на самом деле заказ довольно-таки большой получается. И тот завод кировский, который получит этот заказ, будет счастлив. Литейных производств у нас очень немного, которые способны с таким объемом справиться. Я так понимаю, что там намекают на завод имени Первого Мая, да, который опять-таки мы знаем, с кем аффилирован в нашем правительстве. Соответственно, это да, это привлекает внимание. Вот здесь, я думаю, стоит понаблюдать и посмотреть. Именно по чугуну? По чугуну, конечно. Ну, я не знаю, есть, может, какие-нибудь, может, из-за пределов области повезут. Может, другие участники появятся. Где у нас льют чугун, надо вспомнить. Льют вообще? Ну, это же не важно, чугун. Может, маленькая частная чугун-литейка возьмет заказ и героически его выполнит. Да? Мы же не знаем. Забор. Или, может, она выиграет конкурсы, отдаст подряд уже кому захочет, субподряд. Например, завод имени Первого Мая. Николай Голиков в нашей студии, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Мы сегодня на перспективу такое особое мнение сделали. Посмотрим. Я говорю, давайте посмотрим. Дали задел на то, чтобы подумать и посмотреть. Спасибо большое, Николай. Программа «Особое мнение» на этом завершена. До свидания. До свидания.